Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про премиальный компакт с дюймовой матрицей Sony RX100 Mark IV. Примерно до 2013-2014 годов большинство производителей, в принципе, делали премиальные компакты с матрицами размера 1х1.7, и у меня на канале есть уже практически про все самые значимые компакты с таким размером матриц, хотя уже в 2012 году Canon, например, выпустил премиальный компакт Canon G1X, на котором у меня, кстати, тоже есть обзор на канале, с уже полуторадюймовой матрицей, это значительно больше, это почти что APS-C, но лишь немного больше, чем micro 4.3. В дальнейшем, конечно, через пару лет Canon вообще отказались уже, наконец, полностью от производства G-серии с матрицами 1х1.7, но перешли они в итоге на дюймовые сенсоры, такие же, как у Sony 20-мегапиксельные, это камеры G9X, G5X, G3X, G7X, короче, наплодили они их там очень много разных вариаций. У меня, кстати, на самую доступную из них G9X Mark II есть также на канале обзор. Ну, а такие производители, как Nikon и Samsung, они решили сделать новую совершенно систему со сменной оптикой на базе, опять же, дюймовых сенсоров, и, в общем-то, это никому не пришлось по вкусу. Про их вот эти вот не очень-то удачные системы Samsung NX Mini и Nikon 1 у меня также есть обзор и даже сравнение их лоб в лоб, потому что они примерно метили в одну аудиторию, на канале можете посмотреть также ролик по ним. Ну, а, например, Fujifilm долгое время делали прекрасные компакты с достаточно крупными сенсорами, размера 2 к 3, и, кстати говоря, на один из последних их, таких достаточно крутых компактов, есть у меня тоже обзор, это Fujifilm X20. Но в итоге Fujifilm даже от таких более-менее крупных сенсоров отказались и полностью сосредоточили свою деятельность на APS-C формате и уже перешли сразу же высшую лигу в средний формат, а дюймом даже заморачиваться не стали. Sony же абсолютно спокойно, без каких-то истерик запустили в начале десятых годов свою серию RX100 и вполне с ней были успешны, без каких-то там прям взлетов или падений, просто камеры неплохо продавались и вполне себе комфортно чувствовали себя на рынке. Отчасти это, конечно, благодаря более грамотному позиционированию, потому как они не заигрывали, например, ни капельки тут с какой-то сменной оптикой или еще с какими-то другими приколами, они просто выпускали действительно премиальные компакты с соответствующей ценой, с маленьким размером и более-менее достойным качеством картинки, и при этом у них стояла цейсовская оптика с высокой светосилой и, в общем, такими приемлемыми фокусными расстояниями на каждый день. Ну, правда, чуть позже у Sony появились еще с дюймовой матрицей такие камеры, как RX10, но там это скорее такое наследие суперзумов для каких-то любителей, там, не знаю, сфотографировать птичек в парке или просто каких-то маньяков, любящих подглядывать за другими людьми вдалеке. И не так давно, буквально там несколько лет назад, они выпустили еще такую непонятную камеру, как RX0. Она с широким достаточно углом, фиксированным 24-мм в эквиваленте, при этом тоже дюймовая матрица, более-менее какой-то защищенный корпус. Я, честно говоря, вообще не понимаю, для чего она существует, для каких целей ее можно использовать. То есть, ну, если у вас есть идеи, можете написать в комментариях, я лично теряюсь в догадках. Ну, вот и выходит на сегодняшний день, что камеры с дюймовыми матрицами, это считается уже таким стандартом, при котором картинка все еще остается приличной. Это минимальный размер матрицы, на которые готовы пойти большинство производителей, потому что 1 на 1.7 уже отмерли, можно сказать, их практически нигде не используются. Ну, сейчас уже в смартфонах, в принципе, такого размера. Сейчас уже смартфоны с дюймовой, там матрица есть. Ну, правда, вопрос в том, нужны ли они вообще кому-то в здравом уме. Если грамотно подойти к делу, то, в принципе, компакт с дюймовой матрицей легко будет помещаться в карман рубашки, и при этом, в общем-то, неплохо снимать, можно будет даже ISO поднимать без каких-то серьезных последствий. Ну, успешными на рынке со своими дюймовками стали только разве что Canon и Sony, собственно, а остальные что-то как-то или забили болт на это больше, не пытаются даже их сделать, или вообще не связывались даже с ними. Например, тот же Pentax или Olympus, они даже не заморачивались, даже не пробовали ничего с дюймовой матрицей делать. Разве что Panasonic еще немного сбоку примастился. У них вроде как дюймы тоже вполне успешны, но я не слышал таких речей, что это прям какие-то невероятные продажи у них. Ну, а так как предыдущие дюймовки, которые я уже тестировал, мне прям вообще, откровенно говоря, дико не понравились, я прям был не очень-то рад их используя. Ну, в целом они были, да, не абсолютно мусором, но это были, ну, честно говоря, ну, прям так себе вещи. При этом мне все равно было любопытно посмотреть, что же из себя представляет Sony RX100, но цены даже на вторички, на эти камеры какие-то, ну, совсем уж невменяемые. Они, может быть, и адекватными могут показаться кому-то, у кого денег куры не клюют, но для моего скромного бюджета это довольно ощутимый был бы урон, если бы я приобретал сам себе сейчас RX100, чисто чтобы побаловаться. К большому счастью нашелся подписчик, который смог мне предоставить эту камеру для обзора, за что ему большущее спасибо, и поэтому у меня теперь есть возможность про нее рассказать. Ну, а вы, дорогие мои зрители, в свою очередь, кстати, можете помочь также моему каналу продолжить существовать и развиваться в эти тяжелые времена. Я создал Boosty, сейчас есть ссылка в описании, можно по ней подписаться. Это действительно было бы здорово, если бы вы помогли мне. Потому как подписка там копеечная, а это действительно оказывает существенную подмогу мне в это время. Камера маленькая, очень так плотненько сбитая, весит всего 271 грамм. Корпус у нее абсолютно весь из металла. Держать ее в руках лично мне не то, чтобы сильно удобно, то есть если вот так держаться, ну, по сути, кончиками пальцев держишься. Все-таки если бы чуть в сторону немного сдвинули еще объектив, то я был бы рад, наверное. Ну, все равно я в основном держал ее не так, как предполагается, наверное, по умолчанию, а вот так я ее носил. И так вполне нормально. Мне с таким хватом было удобно. При том, что сзади есть прорезиненный выступ, вот большой палец, это, в общем-то, хорошо, но спереди это голый, гладкий металл и держаться за него некомфортно. Хотя существуют, конечно, фирменные накладки из резины и разные кожаные чехлы, но по умолчанию так себе тактильное ощущение. К тому же металл такой достаточно прохладный, и когда держишься за него рукой, он, ну, начинает потеть. Здесь такое все мокрое, наставляются какие-то разводы, отпечатки. В общем, не знаю, решение дурацкое сделать так, чтобы камера была просто металлическая и ничем вообще не покрытая. Мне это не нравится. Ладно, забудем про удобство хвата, давайте уже пробежимся по самой камере. Там, где часто у других скрыта вспышка встроенная, здесь у нас спрятан маленький видоискатель. Причем он такой вот еще раздвижную конструкцию имеет. Естественно, камера включается автоматически, если его выдвинуть. Это тоже довольно прикольно. И видоискатель, кстати, я замечу, довольно хорош. Тут 2,36 миллиона пикселов, достаточно с быстрой реакцией, у него никаких эффектов желе нет и так далее. То есть, в принципе, видоискатель довольно неплохой. Правда, я юзал его всего пару раз, когда особо яркое солнце было. В основном я все же ориентировался по замечательному экранчику, который трехдюймовый, естественно, и с разрешением на 1 миллион 220 тысяч точек. Но он при этом не сенсорный, зато довольно яркий. И, что особенно приятно, он откидной. При этом он такой довольно тоненький, и что позволяет камеру не делать громоздкой и огромной. Потому что иногда бывает, когда откидной экранчик производитель добавляет, камера сильно прибавляет также в толщине. Нет, здесь он очень приятно, плотненько прилегает, сам по себе тонкий. Наклоняется, естественно, вверх. Ну, потому что основная функция, действительно, когда вот так ты используешь. Но при этом его также можно и вниз опустить, но уже чуть сложнее это сделать. Не совсем удобно реализовано, но тоже можно. И, конечно же, как у всех камер Sony, экранчик следует сразу же закрывать защитной пленкой. Как вот здесь сделано, потому что без защитной пленки у всех Sony экраны быстро очень покрываются мелкими царапинами, а то и глубокими крупными царапинами. Причем непонятно, почему царапаются у экранчики у Sony просто об воздух. Такое ощущение, что тут не то, что закаленное стекло, а просто обычное какое-то просто стекло. Я не знаю. Банально самое дешманское какое-то у Канара существует. Горячего бушмака под вспышку у камеры нет. На его месте как раз-таки спрятана встроенная вспышка. Причем ее можно при желании повернуть вверх, что тоже довольно неплохо. Дальше тут идет банальная кнопка включения, кнопка спуска, рычажок трансфокации такой вот, и колесо выбора режимов. Я в Ашечке в основном снимаю, поэтому на ней и стоит. Позади у нас крестовина, которая также является и колесиком для изменения настроек. Просто кнопка меню, вызов быстрого меню на FN, кнопка просмотра и кастомная кнопка, на которую хозяин фотоаппарата повесил быстрое переключение в ручную фокусировку. Я менять не стал, и правда это иногда пригождается, потому что фокус не самый выдающийся у камеры, иногда бывает проще с помощью пикинга самому ручками сфокусироваться. В центре крестовины кнопка, означающая ОК, то есть это когда ты соглашаешься, что ты выбираешь, нажимаешь на нее. Она хоть и не подписана, но это и так вполне очевидно. Влево нажимаешь, это режим протяжки, вправо режим вспышки, вверх это то, что у тебя на экране будет на дисплейчике отображаться, вниз экспокоррекция. Я бы повесил, честно говоря, вместо экспокоррекции, наверное, вот эту функцию на кнопку записи видео, потому что, в принципе, видео я на камеру писать и не собирался никогда в жизни бы, и вам бы не советовал. Хотя она, в принципе, 4К нормально пишет, но смысла в этом я лично большого не вижу. Меню и вообще настройки у Sony могут показаться, конечно, достаточно путанными с непривычки, но если ты уже с ними имел дело, то проблем больших не испытываешь. Влесно, час один раз, сделал все под себя, и больше никогда ничего не меняешь, больше меню не посещаешь. На правой боковине мы можем увидеть всего два разъема для подключения, это micro HDMI и micro USB. USB, причем, имеет возможность зарядки, в том числе от Powerbank, и при этом он также имеет возможность заряжаться во время работы камеры, что очень приятно. Батарейку-то, конечно, придется заряжать часто, так как здесь батареечка маленькая, объем у нее не очень большой, точно такая же она, как и в RX1R. С ней, в общем-то, я бы сказал, все довольно грустно, особенно если в холодное время снимаешь. Но я снимал в теплое время, так что сильно так уж не страдал. На полном кадре, конечно, приходилось брать с собой три штуки, тут же одной мне хватило на 600 снимков запросто, и она еще была даже не полностью разряжена. То есть, в принципе, батарейка, на самом деле, для этой камеры вполне пригодная. Ну, а спереди же у камеры очевидно объектив, и на нем даже красуется надпись CASE, в паре местечек. Но мы с вами помним, что не все, где написано там Leica или CASE, это все прям бриллианты или шедевры. Ну, хотя он явно получше того, что стоит в Canon G9X Mark II, который я уже обозревал. Тут трехкратный зум и эквивалент фокусных расстояний 24-70 мм. А светосила довольно приятная, от 1.8 до f2.8. Колесико сейчас меняет диафрагму, вот это колесико, которое вокруг объектива. На него можно, в общем-то, другие функции повесить при желании, но я считаю, что в приоритете диафрагмы, по-моему, супер логично, когда ты меняешь диафрагму колесиком вокруг объектива. Ну что ж, давайте сразу тогда поговорим про объектив. Здесь есть значок T со звездочкой, это значит, что заявлено крутое просветление от CASE, но при этом объектив совершенно не держит контровой свет. Хоть солнце у тебя будет более-менее близко к середине, у тебя будут страшные блики и засветки уродливые, ну а будь солнце с краю, там вообще полный кошмар, я прям от таких засветок давненько не видал, просто говнище полнейшее. Плюс, похоже, что здесь есть какие-то проблемы с переотражением света от самого покрытия матрицы, потому что я такую же трудность наблюдал у Canon G9X Mark II, который я тестировал, там абсолютно такая же матрица, и там были очень сходные проблемы. То есть я говорю про то, что ты какие-то мелкие блики на объектах, когда наблюдаешь, они не просто выглядят бликом, они еще имеют некоторое свечение, и такое ощущение, что они переотразились от самой матрицы. Я, конечно, могу ошибаться, если я что-то неправильно понимаю, то поправьте меня в комментариях. Скорее всего, все-таки проблема где-то здесь кроется. Ну а с хроматическими аберрациями здесь обстоят дела гораздо лучше, чем на Canon G9X Mark II. Их я, конечно, смог получить в особо сложной ситуации, прям такие жирные, нажористые, хорошие, такие прям хорошо заметные, но их, опять же, можно исправить на постобработке без больших проблем, и это прям единичный случай, прям вот серьезных проблем именно с хроматическими аберрациями у этого объектива я не обнаружил. Отдельного макрорежима у объектива нет, он не переключается в какой-то макрорежим по нажатию кнопки, как это бывает у некоторых крутых компактов, но, тем не менее, фокусируется камера достаточно близко, светосила довольно-таки высокая, поэтому, если вы снимаете какие-то цветуечки и при этом еще даже приоткрыли диафрагму, то вы можете увидеть, что и бокешка при этом имеет некоторый характер, что довольно необычно для компактов, и видно, как она немножечко так подкручивается даже. Субтитры сделал DimaTorzok высокая светосила объектива оказывается также очень кстати и ночное время, потому что те же F1.8 в относительно темных условиях позволяют тебе не поднимать ISO выше 800 единиц, и картинка остается очень прилично выглядящей. Ну и если задрать ISO в потемках до 1600, картинка остается, в общем-то, довольно приличной для такого размера матрица. Уровень шумов практически такой же, как у многих камер на Micro 4.3. Ну, конечно, чуть похуже, но это прям хороший результат. Мне действительно впечатлило то, как камера грамотно шумодавит сама по себе. Понятно, что процессор обработкой там это все занимается, шуму подавляют просто как-то алгоритмами. Шуметь она по-настоящему с отключенными всеми этими алгоритмами, которые я, естественно, физически не могу отключить внутрикамерно, все равно шумела бы она сильнее, там было бы все гораздо заметнее. Но, тем не менее, тот результат, который я вижу, вполне удовлетворительный. Чего нельзя сказать про динамический диапазон. Здесь он все-таки достаточно узкий, и в яркий солнечный день, если ты снимаешь, то придется очень часто делать выбор, что же все-таки принести в жертву, что сохранить или что урезать. Или сохраняешь ты детали в цветах в основном, или же все-таки ты сохраняешь детали в тенях, и при этом цвета у тебя выбиваются. К тому же камера очень часто норовит переэкспонировать почему-то при замере, и тебе постоянно приходится ее отдергивать и держаться как-то в минусе по экспокоррекции, постоянно ее снижать. Кстати, что удобно, здесь есть также и встроенный ND-фильтр, я его в авторежиме оставлял, потому что в особо яркие как раз-таки дни очень удобно оставлять ND-фильтр на случай, если ты снимаешь какую-то особо яркую сцену, чтобы все-таки выдержка оставалась вменяемой. Рискость у объектива достаточно хорошая, ну, то есть в центре, например, она прям вообще отличная, но к краям все же снижается. Не то чтобы прям очень сильное какое-то снижение, но оно заметное, его действительно видно. Иными словами, я бы какой-то полноценный пейзаж на RX100, пожалуй, снимать не стал бы. Но при этом какие-то расслабленные городские пейзажи на нее вполне можно снимать. Тут и динамического диапазона вам будет хватать, скорее всего, потому что, ну, сцены там не будут высоким контрастом каким-то обладать, иногда высокий контраст в некоторых сценах будет даже здорово подчеркнуть. Главное, фотографируя архитектуру, не забывать о том, что у камеры все-таки есть функция внутрикамерного исправления дисторсии, потому что если ее не включить, то вы заметите какие сильные, очень просто сильнейшие искажения на широком углу. Там дисторсия прям вообще монструозная, поэтому ставите галочку и больше об этом не думаете. Ну, а так для большинства каких-то городских сцен получаются хорошие все-таки снимки с высоким достаточно контрастом, с приятной резкостью. То есть, в принципе, особенно если ты хочешь перевести в ЧБ, то вообще много сцен, которые могут получаться прям замечательно. Ну, а также камера хорошо себя показала в съемке каких-то незамысломатых, слегка там отвлеченных, таких абстрактных сцен каких-то. Тут и детализации достаточно, и особо напирать на динамический диапазон во многих таких сценках не приходится. Ну, самое лучшее применение, которое я смог для этой камеры для себя, собственно, найти, это все-таки стрит-фотография, потому что ей она действительно неплохо удается. Да, фокус здесь абсолютное дерьмище, он только контрастный, и очень тупые у него алгоритмы в целом, если ты фокусируешься там по одной точке условно, да, высок достаточно шанс получить вот такие вот кадры с размытым всем, что есть в кадре. Хотя, конечно, в целом фокус не настолько говенный, как у той же RX1R, на которой у меня тоже имеется обзор. Там-то фокус вообще был просто настолько дерьмовый, что я почти все время фокусировался тупо вручную, потому что проще и быстрее было уже самому ручками докрутить. Здесь иногда тоже приходится прибегать к ручной фокусировке в некоторых ситуациях, но в основном вообще проблем больших при съемке стрита у меня не возникало. Во-первых, если прикрыть диафрагму, то у тебя, даже если камера слегка промахнется, все равно все более-менее в резкости, матрица все-таки невелика. И при этом, что важно, у камеры есть достаточно неплохой все же алгоритм фокусировки по лицам, и она довольно неплохо всхватывает лица, которые находятся в кадре. Так что эту функцию тоже лучше включить при съемке стрита, и тогда большинство снимков, которые ты снимаешь, все-таки будут более-менее нормально сфокусированы. Не стоит также забывать о том, что камера довольно долго включается, примерно, наверное, секунду у нее уходит на то, чтобы включиться и приготовить к съемке свой вот этот хоботочек выдвинуть. Но, опять же, если ты хотя бы немножко на скеле, то ты понимаешь, в какой момент тебе нужно ее держать включенной, когда и как снимать. Тут я рассказывать не буду. Если вы снимаете стрит, то, я думаю, не совсем дурачки. Большую часть снимков, которые я именно в стрит-фотографических таких дел, я делал вообще, несмотря в экранчик или вообще на камеру. Просто держал их в руках, снимал от бедра, снимал как попало, направляя ее как душе моей будет угодно, и все вполне было нормально. Тем более, что камера очень маленькая, звуков никаких при фокусировке или при съемке она не издает, поэтому она максимально действительно незаметная и отлично подходит для стрита. Скинтона, кстати говоря, вы, наверное, увидели, что, на удивление, неплохие для Sony, но при этом остальные цвета, они более-менее сратые. Это уже традиционно для Sony. Очень много синего цвета и много циана, и ты прям-таки запариваешься их постоянно подавлять, а их очень много, они прям-таки насыщенные, жирные в каждом кадре получаются. Надоедает постоянно в каждом кадре у облаков понижать уровень циана, делать небо не таким уродливым, как оно получается на фотках по умолчанию. Ну, баланс белого, хоть и достаточно корявый, но суперкривых каких-то невероятных говняных результатов он не выдает. Он выдает просто плохие результаты, которые лишь немного нужно скорректировать. Но это все-таки утомляет, потому что тебе приходится крутить каждый кадр в редакторе и очень долго этим заниматься, чтобы привести в какой-то удобоваримый вид картинку. Ну и давайте уже подведем кое-какие итоги. Пока что из всех дюймов, что я пробовал Sony RX100 Mark IV, самая лучшая, она, пожалуй, в моем таком незримом призрачном топе находится пока что на вершине. И да, у нее большое довольно количество недостатков, которые я сейчас описал, но большинство из них более-менее терпимы. Тем более, что я живу в России, так что терпеть я, в общем-то, привык. Объектив у нее достаточно резкий, с высокой светосилой и с удобными вполне себе такими каждодневными фокусными. Но при этом объектив очень страшно боится засветок, контрового света, и никакой бленды ты какими-либо способами, даже кустарными на нее, не нацепишь на эту камеру. Связка матрицы и процессора довольно хорошо себя показали в темное время суток, то есть в темноте на нее можно действительно снимать и даже не сильно бояться. Но при этом динамический диапазон в яркий солнечный день очень даже не выдающийся. Цвета, которые выдает камера при балансе белого по умолчанию, ну, прям реально говенные. Но, опять же, нет ничего такого, чего ты не смог бы исправить на постобработке, потому что бывает иногда, некоторые камеры выдадут такую дичь, что там даже часами, если ты будешь крутить, у тебя все равно ничего нормального в итоге не получится. И несмотря на то, что у камеры достаточно хуевый автофокус, он, тем не менее, мажет не очень-то часто, и мне даже понравилось на нее снимать стрит. Если так подумать, то это, наверное, самая последняя камера у Sony, у которой был реально плохой автофокус, контрастный только. В дальнейшем, в последующих всех моделях, она уже использовала гибридную систему фокусировки, такую же примерно уже, как в Sony A9. Это хорошая маленькая камера для какого-то карманного использования, и ее возможностей, которые имеются на борту, должно хватать большинству людей, которым захочется каких-то спонтанных снимков, но при этом, чтобы качество у них было выше, чем на смартфон. Так что, как я уже сказал, Sony, пожалуй, находится на вершине всех дюймовок, которые я пока что тестировал, но мне пока что не довелось еще использовать Panasonic LX15. Я бы очень хотел его заполучить, но, к сожалению, цены, опять же, так же, как и у Sony, меня очень сильно отпугивают. Я боюсь, что такую стоимость я не потяну. Ну, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, ну и поделитесь в комментариях тем, что думаете по поводу сегодняшнего видео. Ну, я с вами прощаюсь. Всем вам хороших снимков желаю. Пока.